Почему люди так верят мошенникам? В Хакасе полицейские дежурят у банкоматов. Они буквально за руку хватают тех, кто готов отдать свои деньги преступникам, но остановить получается не всех. За один день капитан полиции пресек два случая обмана, как это было в репортаже Елены Крыловой. Обычный день – обычный гипермаркет. Капитан полиции Роман Луцев несет службу у банкомата. Его задача – не допустить мошенничества. Жертва киберпреступников не заставляет себя долго ждать. В сторону терминала идет растерянная пенсионерка. Долгие разговоры по телефону. Пожилая женщина заметно нервничает и всеми силами пытается скрыть приватную беседу. Опытный полицейский начинает задавать вопросы. Вам родственник это или кто? Только без ромня. Родственник, родственник, да. Вот вы сейчас просто улыбаетесь, а вы уверены, что это ваш родственник вам позвонил? Да, да, да. Прямо точно? Точно. Пенсионерка нервно смеется, но капитан полиции не отступает и начинает подбирать легенды. С первой попытки попадает точно в цель. Это точно вашу родственнику вы будете деньги переводить? Или вы просто позвонили с банка, сказали, что у вас деньги снимают? Да, снимают. Никто у вас деньги не снимает с банка? Служба безопасности вам звонила, да? Да. И чтобы вы перевели на резервный счет? Ну, наверное. Вас обманывают? Ну, почему? Это из Москвы звонили. Пенсионерка и здесь не унимается, и все равно стоит на своем. Снова берет трубку от мошенников и рассказывает им про беседу с полицейским. На том конце провода – паника. Теперь говорят, уходите оттуда. Женщина пыталась перевести полмиллиона рублей. Тут же в очереди у банкомата появляется ее ровесница. Снова говорить не хочет, ведь дело совершенно секретное. Подождите. Вы знаете, кому вы переводите деньги? Вообще запутанная история. Я не могу доводить на сведения. Позже в отделении полиции пенсионерки рассказывают одну и ту же историю. Как вторые сутки держат связь с неизвестными. Самозванцы обещали спасти их деньги на резервном счете. И главное – никому ни слова. Чтобы жертвы точно не сорвались, их даже доставили к банкоматам. Планшетом мы сидели с ней, она называла, что где нажимать. Чтобы никакого разглашения не было, естественно, я вышла на улицу без свидетелей. Вызывает она такси. Подъехала машина, я села, он молчит, и я молчу, он везет меня. А потом опять звонок. Ну, вот вы приехали сюда, а там внутри стоят эти автоматы. Вот я вам расскажу, какими пользоваться. В этот раз благодаря бдительности полицейского обошлось. Однако уголовные дела о киберпреступлениях в Хакасии заводят ежедневно. Сумму, которую жертвы добровольно отдали мошенникам с начала года, больше 80 миллионов рублей. Полицейские продолжают дежурить у банкоматов и просят всех не проходить мимо. Если вы увидели, что пожилого человека кто-то явно ведет по телефону, попытайтесь помешать его обмануть. К слову, сегодняшние героини обе о подобных случаях слышали, но все равно поверили. По телевидению постоянно. Я еще говорю, какие дураки, такие глупые, что-то такие миллионы отдают. Они хорошие все психологи. Это надо отдать должное, конечно. Умеют обрабатывать, и к этому учили, наверное, где-то. Елена Крылова, Вести, Хакасия.